Неваляшка, снеговик, трехглавый дракон. Парк-арена на месяц превратился в сказку. Гости из разных уголков России создали скульптуры для фестиваля снежных баб. Город Омск и Санта-Клара, остров Куба, участники сибирского конкурса. Несмотря на то, что тематика фестиваля для всех мастеров одна, каждый скульптор привез в Новосибирск частичку своего родного края. Например, мастер из Якутии создал вот этого мифологического зверя. Дракон в республике Саха символизирует оберег от злых духов. Вот эти вихри времена года, а в руке у девушки узел счастья. На груди у нее круглое, так как мы кочевники, юрта обозначает очаг, охранительница очага. Так как я камнерез, нас как учили, только с ножом. Таким образом я на снег перешел тоже, только лопата и нож меня, а других инструментов нет. Погода очень трудная была, перепады температуры, то минус, то плюс, и снег такой мокрый. Главное участие, главное жителям Новосибирска сделать радость, приносить. Мастера проделали ювелирную работу, причем трудились три дня по несколько часов в день. Здесь важна не только техника, но и правильное расположение фигуры относительно солнца. Ведь тогда и скульптура простоит куда дольше. Снег диктовал свои условия, и мы немножко изменили. Вот мы с таким масштабом в снеге первый раз работаем. В снеге вообще первый раз работаем. Раньше, ну как, небольшие работки у нас были, но это дебют наш. В этом году все сильные очень команды были. К завершению работы люди начали говорить о нашей работе, отзывы. Они были очень положительные. Поэтому мы на какой-то приз надеялись, но даже на лидерскую тройку мы не надеялись на самом деле. Все призовые работы абсолютно точно, они приблизительно одинакового уровня, да. И этот уровень очень высокий. Оценивалась композиция, оценивалась мастерство исполнения, оценивалась техника исполнения. Потому что, ну, снег это крайне сложный материал. А в этом году мы с вами еще видим, что погода у нас то плюс, то минус 30, да. И вот это для снега очень тяжело. Гостям парка «Арена» предлагают создать свою уникальную снежную бабу или же оставить свой автограф. Парк «Арена» заполонили не только пестрые снежные бабы, но и одна большая зеркальная. География этого конкурса постоянно расширяется. И я думаю, с учетом возможности вот этого нового прекрасного парка, в следующем году мы сможем уже установить здесь гораздо больше скульптур и привлечь к участию гораздо больше команд. Если вы не успели полюбоваться снежными шедеврами на фестивале, то не беда. Скульптуры будут украшать парк «Арена» еще целый месяц. Конечно, если позволит погода.